Здравствуйте! Продолжаем вторую часть последней миссии Railroad Corporation, и давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Значит, я, по-моему, уже практически все сделал. Наша основная задача напоминает доставка одежды в куда? В мэрию Пенсакола. При этом у нас уже тут, собственно, и путь есть, и уже овечки возятся, и овечки везутся вот сюда, и здесь уже текстиль. Осталось найти только, собственно, фабрику по производству одежды, которая находится в Уолбане, и, да, и начинать. Кожу туда свозят, кожу туда свозят. Ну что, начинаем, ребятки, возить вот эту вот прелестную ткань, да? А чё? Надо, надо. Завершаться-то как-то надо. Берём Форни, который самый крутой, самый быстрый, самый офигенный, и вообще молодец. Загружаем здесь текстиль. Я думаю, 6 вагонов ему хватит. И, собственно, тащим их сюда. Обслуживаемся там и повторяем это дело до бесконечности. Итак, у нас есть 7 паровозичков. Это, по-моему, обалденно просто. Все остальные чувствуют себя неплохо. Объездные пути тут есть. Разъездные даже, я бы сказал. Теперь нам нужно сделать вот здесь некое подобие такого же пути, потому что тут будут ходить два поезда. Один будет возить одежду, один будет возить пушистиков. Пушистики у нас тут производятся, если кто не помнит. И, собственно, я вот думаю, как их выводить. Может быть, прям, блин, вот проблема в том, что я не могу делать перекрёстки и не могу делать мосты, когда захочу. Я думаю, что разработчики попозже эту механику поправят. Но вот сейчас, если я, допустим, захочу вот отсюда уйти вот сюда, у меня ничего не выйдет. Видите, никаких перекрёстков процедурных в игре не предусмотрено пока что. Когда это произойдёт, хрен его знает. То есть, короче, единственный вариант, как соединить эти два пути, это сделать вот такой вот поворотик, который будет выглядеть... Ну, вот так он будет выглядеть ещё более-менее. Давай, седьмой, проваливай отсюда. Мне нужно построить. Спасибо тебе, друг, большое. Что у нас там по исследованиям? А исследования-то у нас стоят. И это значит, нужно срочно мощность вкачать и тягу. Семь сюда, восемь сюда, потому что тяга дольше, это самое, исследуется. Ну и, в принципе, всё, путь готов. Осталось только поезд построить, который будет возить одежду. И мы уцелим, мы уцелим. Ещё раз. Покупаем форни и добавляем остановочку, только не так, а как обычно. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте по пять возить, потому что он ходит довольно быстро. Да, куда мы дохрен возить-то будем? Я же дорогу-то здесь ещё не построил. Бегу впереди паровоза. В рамках этой игры эта фраза приобретает какой-то интересный смысл, да? Всё. Пенсакола. Будьте любезны, получите, распишитесь. Так, где мои поезда? Вот он, восьмой. Значит, мы делаем следующее. Где там моя одежда? Раз, два, три, четыре, пять. Вышла кофта погулять и пришла прямо сюда. Всё, пошёл. И, в принципе, я всё сделал для того, чтобы тупо сидеть, наблюдать, ждать, когда у нас закончится это самое задание. Но, бытует мнение, я точно не уверен, но я видел пару комментариев, которые гласят, что ты не думай, падла, что всё кончилось. Сейчас вот после этого задания нам ещё насуют. Вообще, это довольно тупо со стороны разработчиков. Я люблю кампании, где всё точно определено. Внезапные твисты, если это можно вообще таким обозвать, это я хвалю. Ну, типа, внезапно появилось срочное задание что-то сделать, иначе ты задание не пройдёшь, миссию в смысле. Но, когда это повторяется из-за миссии в миссию, это довольно тупо, вот я думаю. Тут что там за закон? Ну-ка, стоять. Новый туристический налог понижает прибыль от перевозки пассажиров на 30%. Идите вы с такими налогами в задницу. Извините, конечно, но мне прям вообще не нравится. Так что принимайте закон, то есть не принимайте его, он мне совсем не интересен. Так, ну пока ноль. Восьмой уже пришёл. Да, восьмой уже на месте. Почему-то он здесь, и он как бы уже и здесь. В общем, опять у нас тут небольшие глюки с паровозиками. На самом деле, я думаю, что разработчикам надо поработать над вот этим вот макроменеджментом. Ведь даже не то, что менеджментом, макростадия игры довольно забагованная сама по себе, поэтому им надо что-то с этим предпринимать. Так играться не должно. Должно играться нормально. Я видел ребят, у которых после 20 поездов на карте начинается полная какафония, и они не знают, куда бежать от этих багов. И это довольно грустная история на самом деле. Такого быть не должно. Так, одежду закупил восьмой, я так полагаю, да? Да, вот ждёт пятый вагон и валит отсюда. Ну, молодец. Считайте, нам нужно три ходки обеспечить, чтобы у нас появилась одежда. А это что, ткань идёт? Да, это ткань. Короче, всё по плану. Да, тут куча законов. Справа принимается спам безграничный вот этих вот. Кстати, интересный факт. Законы принимаются одновременно в каждом городе. То есть, короче, это, видимо, сделано для того, чтобы у нас был такой сложный выбор. Какой закон пролоббировать, а какой, собственно, попытаться отменить. Это тоже довольно прикольная механика. Вот за такие вещи разработчикам, конечно, респект. Но вот надо подтягивать сам гейплей. Потому что, ну, это, конечно, не круто. Так, помимо одежды, миссия есть, которая гласит, соедини кучу городов, чтобы там было 120 тысяч человек общей протяженностью, общим количеством. И я даже вот не знаю, куда протягивать. Единственное, ближайший город у нас вот Талахаси. Мы, конечно, можем его подключить к системе. Но тут народу год наплакал. И явно 120 тысяч человек не получится выбить. А если вот протянуть досюда, то, может быть, что-то и получится. И вот досюда, и вот досюда. Где-то тут еще был город. Вот он. Сент-Агостин. Или Огостин. Ой, все эти буржуйские названия. Непонятно. А, по-моему, одежда пошла. Да, вот восьмой пошел с одеждой. Это прекрасно. Что у нас тут нигде нету перегруза. Я вот за мясо тут переживаю. И я переживаю совершенно не зря. Мясо у нас уже тут 17 из 20. Что-то они как-то его не жрут совсем. Зато кожа дохренища. Да, что-то надо с мясом делать, потому что, ну, это не круто. Вот у нас тут оно производится. Осталось только придумать, куда его отправить. А его отправить можно следующим образом. Глядите. Покупаем форни. И говорим ему. Загружай здесь мясо. Ну, штуки 4. Окей. Загружай мясо здесь. И, да. И я не знаю, как ты будешь это делать. Тихо, обслуживайся. Мне интересно, он сможет это без дополнительной станции проделать. Или не сможет. Мы сейчас это дело просмотрим. Просмотрим, да. Он стартанет отсюда. И прямо сразу будет загружаться. Так что наблюдаем за ним. Мне интересно даже посмотреть, что он будет предпринимать. Я уже так делал. Но я не помню, я добавлял еще одну остановку или нет. По-моему, да. По-моему, так он не будет работать. Нам нужна именно еще одна остановка, которая будет в Монтгомере. Где он, собственно, будет загружать это самое мясо. Вот так. Теперь он точно будет работать. Да, абсолютно. Ну, короче, здесь у них и так очередь сумасшедшая. Я думаю, как-нибудь справится. Просто там мясо тоже до хрена. Пускай лучше здесь все высосет и нормально будет. Тем временем одежда должна была доехать. Нет, нет, она еще не доехала. Она как раз сейчас на стрелочку выходит на Пенсакола. Первая пятерка есть. Да, я бы, конечно, хотел вот так соединить. Кстати, некоторые писали, что есть смысл добавлять круги. Ну, типа разъездные, знаете. Но, опять же, механика игры, она немножечко не позволяет строить вам железную дорогу там, где вы этого хотите. То есть идеальный круг построить не получится, надо колхозить. Дело в том, что мы строим только от наших путей. С одной стороны, это прикольно. С другой стороны, хотелось бы, чтобы вот, типа, я построил эти пути, да, и как бы вот эта вся территория, которая здесь вот у нас есть, она как бы стала моей. И вот если она стала моей, я бы хотел на ней строиться. Где угодно, когда угодно и как угодно. Вот, к сожалению, пока так нельзя. Четвертый, ты что там подвис? У тебя все хорошо? Хорошо, да, уже выезжает. Ну, нормально тогда. Блин, довольно обидно, на самом деле, что кампания завершилась. Прикольная кампания. Я вот обычно в таких стратегических играх транспортных, я вообще терпеть не могу кампанию. Не знаю почему, не заходит мне совсем. А в этой прям вот зашла. И что вы тут творите, придурки? Чекнутые ублюдки, а? Он просто сквозь его прошел и стартанул, как пнули его. Да, с ускорением и торможением надо разработчикам немножечко поэта. Что-то поделать. Потому что так они не должны тормозить и ускоряться. Тут уже 7 одежды, нифига себе. Быстро вы, черт вас, делаете это шматье. Восьмой уже приезжает. А мне нужен девятый, насколько я помню, да? Нет, восьмой катает? Серьезно? Да, восьмой. А девятый тогда что у меня возит? Я же девятый тоже. А, девятый здесь стоит. Да, да, да. Зарабатывает по-крупному. Да, здесь тоже какой-то пипец с очередью. Но это не беда. Это было странно. Но тут уж ничего не поделаешь. Пора привыкать. Видите, он даже сдать не может ни черта с кожей. Или с чем ты катаешься? Это не тот. Да, этот кожу не мог сдать. И мясо, в принципе, тоже уже тут прям ужрались этого мяса. Вторая одежная ходочка запустилась. В городе Коламбус новая потребность доски. Досок хочешь? Хм, слушай, ну я бы тебе дал, правда, досок. И, наверное, может заморочиться. Все равно делать нечего. Восьмой пошел на второй круг. О, смотрите, тут у нас какой-то закон пытаются принять. Почитаем. Производственные субсидии. Так, срок действия год. Товар нефть продается городом дешевле на 35%. Было бы очень классно, если бы она мне требовалась. Но она мне не требуется. Так что в жопу ваш закон. А, его, кстати, все равно же примут. Так что пофиг. То есть, по сути, смотрите, какая тема получается. Вот этот отдел лоббирования позволяет лайкнуть и дизлайкнуть закон. Но прикол в том, что пока ты играешь в компании, некому его дизлайкать. То есть, если тебе закон нравится, тебе не обязательно на него ставить палец вверх. Можно просто игнорить, он обязательно примется. Вот смотрите. Они хотят это принять. И они это примут. Если я сейчас ничего не буду делать. Но если бы мы играли в мультиплеер, и кто-то бы здесь лайкнул его. А я бы, например, два раза дизлайкнул. Тогда херушки. Или наоборот. Кто-то дизлайкнул, а я два раза поставил палец вверх. И тогда этот закон точно принялся бы. То есть, вот это, по сути, тупо мультиплеерная фишка. Которая в одиночной игре работает только на отказ. То есть, вот если вам что-то не нравится, тогда вы можете отказываться. А так вот, ну, короче, спорный момент. Если будет в игре добавлен искусственный интеллект противника, тогда уже будет другой разговор. Как вот, знаете, в Railway Empire. Там и Ишечка может нехило так поднасрать. И это круто. Ой, блин, хоть второй пояс строй. У меня уже полмиллиона. И я бы хотел, наверное, что-нибудь исследовать. Потому что я совсем забыл про это безобразие. Вот давайте мощность вкачаем. Потому что все вот эти вот экономные штуки, ну, вот кроме срока службы, наверное, они меня не интересуют. Я, в принципе, так долго не собираюсь играть в эту миссию, чтобы они начинали работать. Эти вот прекрасные фишечки, которые можно исследовать. Восьмой сдаёт ещё пятак. И это потрясающе. Теперь у нас 10 из 15. И мы ещё разочек съездить, и всё будет огонь. Датан. Кстати, я ещё про Датан забыл. Можно же ещё Датан делать. И сюда ещё можно, кстати, ткань свозить в нормальных таких количествах. Можно стулья производить, которые сдаваются... Сдаваются. Которые я где-то видел, чтобы мебель принимали. А, ну вот у меня и принимают за тридцаточку. То есть десятка будет с каждого вагона в плюсик уходить. Это неплохо. Но если бы я, конечно, нуждался в деньгах. Сейчас у меня всё вроде неплохо. Прям неплохо. Это мягко сказано. Давай восьмой. Я в тебя верю. Ты очень-очень хочешь... Сколько там уже? Восемь одежды. Уже можно начинать, по идее, продавать её куда-нибудь. Вот сюда можно продавать. В мэрию города... Как он там? Мэйкон. Который я чуть с Майкопом не перепутал в первый раз. Может, правда, слушайте, поезд построить. Вот если там сейчас будет 10, а там уже 10. Тогда я сейчас беру и строю ещё один состав. Который хоть разочек мне одежду да продаст. Ну, а чё? Пять сюда. Пять сюда. Техобслуживание. Пошёл. Ну, и пока он там конетелится, я ему здесь путь забубеню. Чтобы он себя чувствовал вообще такой прям. Всё для него. Вот, да. Готовенькое. Это у нас уже 10 поезд пошёл. Вот он уже стартанул. А где мой восьмой? Охренеть ты, быстрый ублюдок. Вы посмотрите, какой сумасшедший. Просто флэш. Из мира паровозиков. Приехал такой, одежду забрал. И вот опять этот глюк сраный, видите? Он внутри. Да? Да, он числится внутри. И он даже может её забирать сейчас. Хотя, вроде как, чё-то не забирает. Кого-то он пропускает. Десятого? Ну, вот что за тупость. Смотрите, восьмой пошёл первый, правильно? Почему он ждёт десятый? Если он вообще кого-то ждёт. Четвёртый уезжает. Десятый приезжает. Это очень странное поведение. Искусственного интеллекта поездов. Я обязательно отфидбечу разработчиков по самые гланды. Если можно так сказать. Да, вот пошла загрузка чем-то приличным таким. Кстати, на 5 косарей. На 5, на 3. Но это всё не то. Это всё не то. Сейчас одежду десятый будет высасывать. Да, вот пошёл. Только вот десятый или восьмой, мне интересно. Восьмой это был. Загрузился, пошёл. Ура. Слава богу. Ну чё, господа, мы на финишной прямой. Я не знаю, будут ли ещё задания. Но если не будут, то мы сейчас прям пройдём с вами компанию, что ли, получается. Которую разработчики для нас приготовили. При том, что эта компания, это по сути вводная компания. То есть на протяжении шести заданий глобальных нам рассказывали, как что делается. Там где-то открылось исследование. Где-то открылся отдел кадров. Где-то вот торговый отдел открывался. Потом нам дали финансовый отдел. И, наконец, отдел лоббирования. И, по идее, вот сейчас, когда нам дали отдел лоббирования, должны были дать какого-то соперника, который должен был бы развиваться на этой карте. Но, походу, искусственный интеллект у разработчиков ещё не готов. И играть можно только в мультиплеер с такими вот вещами. Вот, доходик-то. Смотрите, с одежды пошёл. Офигеть. Я четвёртый. Четвёртый. Я десятый удалять не буду. Пускай катается. Если сейчас новое задание будет, я сейчас восьмой просто сотру. Или изменю ему там какие-то задачи. Он будет что-то другое возить. А мы одежду так и будем продавать, собственно, в Мэйкон. Потому что денежки. Да. Чё там по исследованиям? Всё готово. Давайте начинать вот эти вещи. По пять на рыло. Можно, конечно, кстати, прокачать отдел учёных, чтобы было 20 человек. Давайте я этим займусь. Всё равно пока делать-то нечего. Такс. Давайте мне. А ещё можно? Наверное, нельзя. Ну, в общем, короче, мы можем либо добавить... Да, мы можем только добавить. Там раз, два, три, четыре, пять. И всё. Получилась баба-ягодка опять. Такое ощущение, что деньги вообще не кончаются. Да, нужно разработчикам повышать... Как это называется? Экономику, мне кажется, немножечко. Как-то просто что-то сделать такое, чтобы не просто сидеть там, тупо гриндить, как это сделано в большинстве транспортных игр, а вот какие-то события добавить, которые тебя могут загнать в полную задницу. Как минимум вынуждать брать кредиты и там закладывать всякие свои бумажки ценные. Вот такое вот всё. Это было бы прикольно. Тем временем ещё 15 одежды было успешно доставлено. И сейчас мы либо получим новое задание, либо нам напишут «Успех». И приветствую. Высылаю тебе детали второго контракта, позже будет ещё один. Вот окей, у нас три контракта, да, глобальных. Следовательно, восьмой поезд уходит в утиль. До свидания. Спасибо тебе за работу. Наша следующая задача – доставить инструменты. Куда их нужно доставить? В Джексвиль или Джексонвиль? Джексонвиль. Слушайте, что-то знакомое Джексонвиль. А это в случае не из фильма, а я знаю, что вы сделали в прошлом летом. Не? Вообще не удивлюсь. Короче, инструменты требуют доски и сталь, да? То есть нам нужно проводить путь через вот этот городок. Вот таким образом. Дорога занята. Беда. А сколько там надо было? 20 инструментов, да? Ну, это не беда. С нашими бюджетами это мы сделаем быстро. Вот ещё один контракт. Наверное, на мебель. На мебель не было ни одного контракта. Вот, это прям стоит помнить. Ладненько. У нас есть лесопилочка. А где мы можем сделать доски? Доски мы можем сделать нигде. Но можно купить здесь досочный магазин. Это что такое? Швейная фабрика. А что у вас, ребята? Больше нету места, да? А вот здесь есть место. Смотрите, как удобно. Просто очень удобно. Ну, я бы, честно говоря, хотел доски откуда-то отсюда привозить. А, ну, мне здесь ещё, смотрите, и уголь, и медь, и уголь, и железо можно будет забирать. Это очень удобно, кстати. Всё, что ли? Одни доски на карте? Вообще бред. Бредятинка. Ну, не вопрос. Тогда мы делаем окей. Покупаем и строим здесь лесопилку. Всё, теперь можно доски производить. И теперь нужно подключить вот этот вот городочек к нашей системе. Вот так вот. Оу-оу-оу, тихо-тихо. Стой. Шаг назад. Что-то там вообще не то пошло. Да что ж тут творится-то такое? Во. Слушайте, что-то как-то неадекватно всё происходит в последней-то миссии. Ну, наконец-то. Готово. Теперь можем брёвна возить. Собственно, один поезд возит брёвна сюда. Да, получает доски. Один поезд будет это перекладывать. Так же, как я делал это с мясом. И один поезд будет возить сюда сталь. А вот где у нас стрелитейный завод? Вот. Вот это интересно. Этот требует сталь? А кто же производит? Неужели мне нужно ещё и стрелитейный завод забубенить вам, а? Бездельники противные. Вы не поверите, но да. Ну, давайте его здесь сделаем. Тут просто и так дохренища всего. Смотрите, сколько поездов в очереди. Я бы не хотел перегружать этот город. А здесь у вас мест нет свободных, да? Беда. Блин, щуки. А вот ещё лесопилка, кстати, есть. Да, можно было. Ну, короче, ладно. Ничего страшного. Или страшно? Наверное, страшно. А я могу эту лесопилку кокнуть? Где ты? Текстильная фабрика, где вот моя лесопилка. Я ничего с ней не могу делать. Это очень грустно, на самом деле. Я бы хотел её сейчас удалить и построить на её месте стальлитейный завод. А мне вот не дают так сделать. У кого-нибудь есть свободное место, ребята? Мне нужен стальлитейный завод. Очень. Придётся сюда ставить. Дерьмо. Ну и где ты? Склад есть. Вот он. Стальлитейный завод. Берём. Огонь. Тогда мы делаем следующее. Нам нужно будет соединить... О, господи. Да, это будет не совсем удобно. Зато вот с этой шахты будет совсем удобно. Окей. Берём паровозик, который будет в форме. И говорим ему. Что там надо? Сейчас посмотрим. 20. То есть, короче, этого нужно больше, чем угля. Ну, допустим, тогда ещё один вагончик. И два угля. Блин, не везёт так, представляете? Не везёт гад такой. А так повезёшь, так повезёшь. И довольно-таки быстро. Учитывая, что у нас тут путь быстрый и близкий, то это будет огонь. И всё. Это выгружаешь. Обслуживаешься. Пошёл. Это... Таким образом мы начнём производить сталь. Дальше, значит, сталь мы должны отвезти аж вот сюда. Обалдеть. Ну, давайте первым делом займёмся досками. Итак, доски. Ещё один Форни будет заниматься досками. Там шесть леса привезёт. Сюда его сгрузит. И пошёл. Здесь нужно срочно построить отдел ремонта. Потому что Форни, вот этот вот. Ты же Форни? Дуглас. Дуглас это название города вот этого. И хотя это вообще не город, но насрать. Вот так. Всё. Готово. Ну и последний поезд, это будет стальной. Который пока я не могу поставить. Потому что у нас ещё только пошло производство стали. И здесь чудовищная очередь. Прям да. И чё можно сделать? Ремонтная мастерская. Второй починочный бокс. Берём. Ещё, короче, чё-нибудь сделаем. Третий починочный. Всё. Три поезда одновременно будут работать. И это, может быть, поможет разгрузиться. Потому что здесь творится какой-то ад. Две стали уже есть. Ну давайте поезд тогда покупать чё. Так, раз, два, три. Давайте, может, не знаю. Три мало. Четыре уже не вытягивает. Ну три тогда окей. Три стали. Везёшь сюда. И здесь техобслуживаешься. Пошёл, дружище. Ну и нам остаётся только переложить доски. Которые пока не делаются. Потому что до сюда ещё поезд не дошёл. Сейчас дойдёт. Вот двенадцатая очередь стоит. Вот он проходит уже. И нам нужен теперь ещё один составчик. Который будет тупо перекладывать. И перекладывать, знаете, кто будет? А вот Джонни. А? Мы поностальгируем. Значит, берёшь досочки. Вот. Окей. Четыре досочки. Тихо обслуживаешься. Потому что тебе будет очень тяжело. Молтри, да? Молтри. И здесь ты их выкладываешь. Ха-ха. Ну и всё. Производство инструментов у нас наладилось. Останется сюда только прикрутить поезд. Который будет уже их, собственно, свозить вот сюда. Да. И интересно. Если бы этот говнюк дал мне сразу второе задание. Я бы мог к нему сейчас подготовиться. Потому что у меня есть деньги. Вот. А он мне не даёт говнюк. Совсем прям говнюк. И совсем не даёт. Так. Это седьмой. Вот четырнадцатый пошёл. Это перекладной, походу. А тринадцатый, это, по-моему, стальной. Да-да-да. Вот сталь пошла. Всё огонь. Всё отлично. Может, даже, наверное, два поезда будет поставить на сталь. Потому что... Потому что уже, видите, производство пошло. А он еле-еле едет. То как бы немножечко грустно. И мне кажется, ему надо обходной здесь путь строить. А то он здесь как застрянет, волбанет. И тут всё-таки тоже трафик немалый. Сейчас я его прокачаю тоже, чтобы всё было быстрее. Может быть, это поможет. Так. Дерево пришло. Ждём сталь. А пока мы ждём сталь, я, наверное, создам ещё один поезд. Который будет... Да, опять, наверное, этот самый. Давайте тоже по пять. Блин, двадцать шесть километров в час. Чёрт, серьёзно? Ладно. Я какой поезд построил, а? Я взял американца. Это очень грустно. В утильте, а нахрен. Я хотел фортни. Тоже пять не возит. Вот говнюк. Придётся по четыре возить. По-моему, тут даже быстрее было. Ну, ладно. Пять ходок, и мы у цели, да? Вперёд. Дерево пошло. Четырнадцатый стоит, ждёт дерево. Уже два загрузил. Молодец, а? Какой молодец. А может было по одному сделать. Это бы сразу перекладывал, знаете, как конвейер, как манипулятор на конвейерах в фактории. Да, это было бы весьма прикольно. А шестнадцатый у нас что везёт? А, это только что этот, который инструментальный провоз. Ну, окей. А, кстати, инструментов надо десять, а не двадцать. Ну, и норм. Ну, и норм. По сути, три ходки, и всё будет в ажуре. Сталь уже приехала. Досочки загружаются. Ещё одна досочка создастся. А она что-то не создаётся, кстати. Внезапное дерьмо. А вы, ребята, как это делаете? Два бревна в одну доску и одну бумажку. Это грустно, на самом деле. Я бы хотел, чтобы вот как-то может настроить этот завод по производству бумаги. А? А это что значит? А, я понял, что это значит. Посмотреть, где спрос. Это грустно, опять же. Потому что я бы хотел сделать так, чтобы эта лесопилка работала только на деревообработку. Ну, давай, чё ты? Тринадцатый? А, ты, ты, ты. Я понял, что ты сделал. А чё ты сделал, кстати? Ты чё вернулся-то сюда, придурочный? Это очень странно. Ну, ладно. А чё, у тебя выгрузка стоит? А, нет, загрузка. Всё. Я думал, ты опять глюканул. Опять, в смысле, опять, как все остальные это делали. Дерево выкладывается. Сталь, инструменты, в смысле, производятся. И, в общем-то, всё нормально. Ждём. Шестнадцатый у нас инструментальный. Четырнадцатый перекладной. Ну и классно. И у нас, кстати, люди растут. Походу, я сейчас ещё это случайно задание выполню. Потому что мы же поставляем там мясо. Ещё что-то поставляем. Они там жрут, пируют и всё такое. На пользу себе. Успешных голосований два из пяти. Да я, в общем-то, вот ещё тут что-то есть. Закон. Городские почтовые субсидии повышают лентабельность почтовых перевозок на пятьдесят процентов. Ну вот лайк вам. Хотя и без меня, скорее всего, закон бы припрошёл. А здесь чё? Новый туристический налог. Дизлайк. Вот, видите, если бы я сейчас там два лайка воткнул, я бы не смог этот закон пролоббировать. Хотя, по-моему, туда не вожу пассажиров-то, да? Ну, если бы возил, это было бы актуально. А так пофиг. А так пофиг. Ну чё там, последний инструмент ждёшь. А, ещё только третий. Да, они, конечно, не быстро производятся. Тут уж ничего не поделаешь. Я боюсь за последний контракт. Либо это будет вот нефтеперерабатывающий какой-нибудь керосиновый. Либо это будет мебельный. Потому что мебелью я ещё прям принудительно, по-моему, не занимался ни разу. Если мне память не изменяет. Сталь пошла, да? Да, сталь пошла. Можно, кстати, будет после этого закона отправить состав, который занимается перевозкой инструментов, куда-нибудь их продавать. Кто вот у нас хочет инструменты получить? Вот этот, Мандгомери. Отлично. Вот туда и будем свозить. Всё, инструментики, поехали. Две, три ходочки. И будут у нас... Будет следующая задача. Хорошо, когда есть деньги. Которые, кстати говоря, еле копятся. Это очень странно. Видимо, после закупа инструментов пошёл в минус я. Плюс у меня ещё тут свой сталь-литейный завод деньги жрёт. И они получают с продажи вот этих вот классных ресурсов. Денежки. Можно сталь куда-нибудь попродавать. Вот сюда, например. Можно сталь, знаете, чем вот сюда повозить? В Коламбус. Давайте я это сделаю. Форни. Берёшь сталь. Я понял. Берёшь три стали. Везёшь их вот сюда. Пошёл. Слушай, Форни, ты какой-то дрищ серьёзный. Я думал, ты будешь круче. А ты какой-то прямо дрищ дрищовский. Уже два инструмента подготовили. А где сталь-то моя? Тринадцатый. Ты какой-то медленный. Давай уже привози. Хоть сейчас второй состав пойдёт уже сразу же. А то это... Нам надо быстрее всё это реализовать. Потому что чё тянуть кота за яйца-то, да? Седьмой, это у нас чё везёт? На мясо похоже чем-то. Нет, это тряпки. Тряпки, тряпки. Да, мы что-то ещё одеждой барыжим. А вроде барыжим одеждой и барыжим сталью. Чем только не барыжим, денег нет. Ха-ха. А, внезапно, да? Вот сейчас сталь здесь пойдёт в продажу. Семнадцатый этим занимается как раз. И это будет хороший такой буст. Да-да-да, вот этот буст мне нравится. Сейчас миллион опять накопим. Мой второй миллион в этой игре будет. Если успеем, конечно, до третьего задания. А нож по ди тоже потребует нехилых таких вложений. Четыре инструмента привезены. Сейчас он заберёт ещё сразу четыре. А можно, кстати, ему, знаете, вот так сделать. Так, во-первых, он быстрее пойдёт. Как раз две ходки. И всё будет отлично. Берёт два инструмента, ввалит отсюда нахрен в ужасе. Давай второй бокс тебе, чтобы быстрее всё происходило. Да не вопрос, слушай, на третий. Это очень полезная штука оказалась. Странно, что раньше я ей не пользовался. Ох, ё-моё. Посмотрите, сколько здесь поездов-то. Как вы сюда влезли-то, я не пойму. У вас что, подземная парковка, что ли? Поездатое. Поездатое, да. Это дровяной. Блин, ну вот чё ты стоишь, ждёшь? Давай уже грузись и пошёл, пошёл. Всё, четыре есть. Тогда не две ходки, а это, три ходки получается. Ну и ладно, пусть покатается. Тем более, что он теперь будет ездить с большой скоростью. Два вагончика-то эта фигня быстро доставит. Даже мы сейчас сделаем вот так. Ускорим этот процесс. Первый раз. Хорошо, что у нас нет там каких-то ограничений по времени. Здесь, кстати, тоже ведь город этот, Джексонвиль, начнёт расти. Потому что мы туда свозим какой-то ресурс. И когда ему возишь какой-то ресурс, он начинает расти. Товарные льготы в городе. Брансуик. Охренеть, какие у них интересные названия. Я думаю, что если бы я был американцем, я бы нормально это произносил. Так, второй поезд пришёл. Остался последний, в общем-то. Новая потребность доски в Албане. Отлично. Есть куда сбагрить. Всё, последняя ходочка, ребята. И у нас будет последнее, третье задание. Вот всё последнее. Так. Та же игра сохранена. Обалдеть. Может, чё тут за закон? Отлично. Остался последний контракт. Высылаю тебе детали. Было приятно с тобой иметь дело. Троллевали. Все такое. Сейчас, погоди. Товар сталь покупается городом дешевле на 45%. В жопу такой закон, понял? Дизлайк тебе. Будешь дороже покупать. Доставка инструмента выполнена. Мебель. Ну, я так и знал, ребята. Я так и знал, что это будет мебель. Итак, смотрим, что там для мебели нужно. Где-то я видел мебельную фабрику. А вот где это было? Кстати, 16-й. Ты теперь переквалифицируешься в Нив Джексонвиль будешь гонять. Во-первых, возьмёшь три вагона на этот раз. Ты же понимаешь? Надо три вагона. И выгрузишь их вот здесь. Мебель, значит. Здесь потребность в мебели. И это у нас не то, и это не то. Вот она, мебель. Текстиль и доски. Вообще не вопрос. Просто не вопрос, ребята. Так, нам нужно это соединить. Мы соединим это здесь. Поворотик. Здесь мостик. Строимся. И текстильку мы возьмём вот отсюда. По этой трассе она, насколько я помню, свозится. Так что без проблем это всё подключаем. Делаем здесь какой-то обходной. А куда её надо доставить? Ну-ка дайте глянуть. Простите, не туда тыкнул. Саванна. Ну, естественно. Самый дальний город. Естественно, конечно же. Кто бы мог подумать. Мы сделаем для этого отдельную ветку вот здесь. Чтобы быстрее просто процесс шёл. Раз уж у меня бабло-то позволяет. Скорее всего, два поезда будут работать по этому направлению. И у меня миллион был. Теперь уже не миллион. В принципе, всё. Осталось только поезда покупать. Значит, в форне. Давай, смотри, что ты будешь делать. Ты будешь брать текстиль вот здесь. Тоже шесть. Нормально будет. И возить его сюда. Пошёл. Отлично. Двадцать в сорок. То есть досок надо в два раза больше. Тогда нам требуется ещё один форни. Ой. Не туда ткнул. Который будет брать доски здесь. Пять вагонов досок. Это норма. И вперёд. Чё вы тут опять за закон-то принимаете? Ну-ка, ну-ка. А, ну это тот же самый. Так. А здесь-то чё делать? Здесь-то чё делать? Здесь у нас мало досок производится. Угу. Где-то... Где-то я видел ещё одну лесопилочку. Вот здесь. Может отсюда... Нет. Отсюда доски возить дорого. И неэффективно. Лучше, да. Лучше отсюда их выцеплять. Но тут они все, вот видите, куда перекладываются на инструменты. Так, четырнадцатый. Давай-ка ты пока притормозишь к ней. Потому что нам нужно выполнять задание. Если у нас не будет инструментов, никто от этого не сдохнет. Я даже тебя знаешь, чувак? Просто в утиль нахрен. Да, до свидания. Так, это деревянный по жопу. И меня интересует шестнадцатый. Девятнадцатый. Ты чё делаешь? Ты доски возишь. Это новый поезд. А где шестнадцатый? Ага. Он на базе. Сейчас будет возвращаться. Его надо тоже в утиль сдать. Пока просто перестанем возить инструменты, сосредоточимся на мебели. Да, инструменты, блин, хотелось бы довозить. Давайте тогда пускай довозит. Он там поскольку по три вагончика катает. Вот и пусть катает. А сталь надо перебрасывать в другое место. Это вот стальной как раз поезд, который может ещё немножко повозить сталь. И больше не возить. Потому что сталь будем впаривать в другое место. Так, ну чё, девятнадцатый, загружайся. Будь любезен. Вот уже у нас идёт ткань первая. Ткани, кстати, до хрена идёт. А больше нужно дерево. Намного больше. Зато два стульчика. Да, два дерева, два стульчика. Всё нормально. Дерево один в один будет тратиться. То есть пять вагонов, значит пять стульев. Это потрясающе. Ускоряем этот процесс и ждём. Всё, ткань на месте. Заработали немножечко. Уже лям двести у меня. Ну, я думаю, что я до двух миллионов не дойду. Конечно, это утопия. Но, блин, было бы прикольно. Да, было бы прикольно определённо точно. Это у нас шестнадцатый пошёл с инструментами. И девятнадцатый везёт досочки. Обалденно. Сейчас у нас будет пять стульчиков. И можно покупать, в принципе, ещё один состав, который будет эти стулья отсюда забирать. И везти их вот сюда. Скорость, кстати, нехилая. Почти не теряется. Пошёл. И вот здесь я тебе построю мастерскую. Потому что надо так. Готово. Там какие-то законы принимают, что-то делают. В общем, меня уже ничего не остановит. Я уже... Это... Меня уже не остановить никак. Вот ещё ткань приехала. Сейчас денежки будут. А где четырнадцатый? А? Ранное дело. А, девятнадцатый. Да. Чё-то у меня уже с памятью какая-то херня. Давай, дружище, мчись на полную. Нам нужно срочно узреть мебель. Тут как раз почти все вагоны забиты. Так что давай. На тебя вся надежда. Двадцать пять нужно. Пять ходок у этого, у двадцатого будет. Но учитывая, что он практически не теряет скорость, я это переживу. Но даже не буду второй состав лепить, потому что он вот так сейчас сумасшедший, быстрый будет. Смотрите. Загрузился и пошёл. И пошёл и поехал. И здесь надо обходной путь построить, пока он там едет. Я сейчас как-нибудь вот так сделаю. Во, такой прям двойной мост, все дела. У нас уже деньги позволяют. Что называется, с жиру бесимся. Чё-то как-то не позволяют. А вот так? А так можно. Нет, нельзя. Короче, и хрен с тобой, золотая рыбка. Всё, приехала мебель первые. Первая партия мебели пришла. Там не готова, случаем вторая-то. Чё тут за закон? Льготы для туризма повышают прибыльность пассажирских на 70%. Ну, это прикольно, но я сюда пассажиров не вожу, так что идите в заднюю. Там уже пять стульчиков. А двадцатый возвращается. Отлично. Здесь прекрасно бы работал круг разъездной. Но это очень неудобно его строить, поэтому я не буду заморачиваться. На пользу себе успешное голосование пять. Контракт выполнен. И кажется, я выполнил контракт, который с пассажирами связан был. Уже десять. И двадцатый берёт ещё пятёрку, да? Берёт. Смотрите, мы ещё и с вами завершили раньше времени. И да, у меня будет два ляма. Охренеть вообще. Я вот прям в шоке. Два миллиона баксов. Вот это, вот это по мне, конечно, доходик. Хороший такой, прям обалденный. Очень нравится мне. Ну, давай, до двух, до теней. Хочу двоечку увидеть здесь. О, чёрт, тратится. Постоянно тратится. Кто-то жрёт мои деньги. Какие-то лонголеры. Так, здесь, кажется, надо кое-что прокачать, да? Прям вот улучшить. И где? А вот здесь. Ремонтная мастерская. Давай установить. Она, по-моему, на лопатку тоже действует, если я не ошибаюсь. Где двадцатый? Двадцатый грузится. Два. Два сто. Вот это классно. Правда, уже меньше двух сейчас будет. Но всё равно, блин, прикиньте, я накопил два миллиона. Вот это я понимаю успех. Но, кстати, да, после, собственно, прохождения, ребята, будет обзорный видос с итогами, там, с подведением итогов. И с какими-то там мыслями насчёт этой игры. Где можно будет узнать, если вам интересно, стоит её брать не стоит. Чё я про неё вообще думаю. Но я думаю, что небольшой спойлер. Он будет положительный. Да. Потому что, если бы она была говном, я бы её прям не замучил до конца. Ну чё ты стоишь-то, я не пойму. Чё он стоит? И здесь двадцатый стоит. А? Так, ну-ка тормозим. Чё там происходит? Ребята, какого хера у вас творится? А? Тринадцатый. Стальной. Короче, там остался один пояс, серьёзно. Всё, и все сразу поехали, да? То есть вы вот настолько тупорылые. Вам немножко игру ускорили, и вы даже не смогли разобраться. Дебилы, ну дебилы. Ну ладно, ничего страшного. Там не последний, конечно, не последняя ходка. Но предпоследняя, это можно уже не париться. Так, девятнадцатый мчится. С досками со своими. Давай, заезжай, двадцатый пошёл. Обалденно. Практически на всей карте я отыграл. Только вниз не заходил. Потому что здесь, в принципе, ничего интересного я не вижу для себя. Кроме, опять же, производства мебели. Но тут вот ещё пушки производятся. В общем, здесь такой, знаете, промышленный уголок. Это нормально. Всё, последняя ходка. Ребята, и мы выиграли. Прямо, я очень на это надеюсь. Жаль расставаться с этой игрой. Но будем ждать обновлений. Будем ждать, когда добавят мультиплеер. Который будет не один на один, а хотя бы там два на два. Чтобы уже какая-то движуха была интересная. Будем ждать, когда добавят искусственный интеллект. Если они вообще его собираются добавлять. Ну и, конечно, когда пофиксят эти чёртовы баги с патчфайдингом для поездов. Потому что вы видите ли, вы видели, вы видите ли сейчас, как произошло здесь недоразумение на этом перекрёстке. Это грустно. Ну всё, час и секунда икс. Может что исследовать? Вот смотри, давай, успеешь, не? 22 дня, давай успевай, не успеешь. Ну и хрен с тобой. Успех. Успех просто успешный. 2 300 у меня на счету. Я все задания выполнил. И мы можем нажать дальше. Первая глава завершена. А теперь вы достаточно опытны, чтобы создать свою собственную железнодорожную корпорацию. И обойти всех конкурентов. Это вы можете сделать в следующей главе. Следующая глава будет доступна в полной версии игры Railroad Corporation. И мы рекомендуем вам попробовать многопользовательскую игру. И поделиться своими впечатлениями где-то, но не с разработчиками. Нам важен каждый отзыв. Хорошо. Вот и всё, ребята. И на этом я с вами прощаюсь. Это было превью прохождения Railroad Corporation в альфа-версии. Теперь мы с вами уже услышимся в рамках этой игры в итоговом обзоре. И, собственно, туда можете свои думки, что думаете, и писать. Ну и, конечно, здесь тоже пишите, что вообще думаете про эту игру. Есть ли у него будущее. Будете ли вы играть в мультиплеер и так далее и тому подобное. Спасибо за внимание. Услышимся. Продолжение. Видосиков на канале, а не Railroad Corporation. А вы что думали? Это и Паку будет по кусочке.